Камбала, Давно уж Рыбы были недовольны, что в царстве их порядка нет. Никто не обращался к другому за советом, плыл, куда вздумается, пересекать путь тем, которые желали не разлучаться, либо загораживал им дорогу, и сильно нередко наносил слабому такой удар хвостом, что того далеко откидывало в сторону, а то и проглатывал его без всяких околечностей. Как бы хорошо это было, — говорили между собою Рыбы, — ка бы у нас был король, который бы у нас судил суды и правые, — и порешили выбрать себе в повелителя того, кто быстрее всех рассекает волны и потому может всегда оказать слабому помощь. И вот они вытянулись в ряд у берега, и щука хвостом подала всем знак, по которому все пустили сплыть. Стрелою мчалась вперед всех щука, а с нею селедка, пискарь, окунь, карп и другие многие. 1Плыла и Камбалла, тоже думала, что достигнет цели. 4Вдруг раздался общий крик, — Селедка всех обогнала! 9Кто обогнал? 0- с досадою воскликнула плоская и тяжеловесная Камбалла, далеко отставшая от всех. 0- Кто, кто обогнал? 3- Селедка, — отвечали ей. 9- Ничтожная, голая селедка! — воскликнула завистливая Камбалла. 9- Голая селедка! 0С той пор в наказание у завистливой Камбалла и рот на сторону!